Всем доброго времени суток. Играю с популярным видеоблогером Александром Гельманом и у нас защита Перца Уфимцева. Ранку не в 3 не самый опасный для шармана, но играть можно и здесь. С5. Интересно, могу ли я в этой позиции взять, нацепить? Хобот получить какой-то перевес за счет хода Е5. Е5 кончить 4, сна 4 кончить 6, наверное, нет. Давайте пока сыграем. Х3. Самая эта структура могла давать белым некоторый перевес. К сожалению, конь на Ц3 стоит достаточно неудачно. Если сейчас Е5, конь Д7, Е6, конь Е8, непонятно, что делать. Может быть просто слон Ф4. Давайте попробуем. В целом, наверное, чертам все-таки стоит пойти конь Е8. Тогда даже ферзь Д8 надо смотреть в такой редакции размен ферзей. Да, давайте так и сделаем. конь Д5, конь С6, слон Б5, конь Е5, конь Е7. Д5, конь С6, слон Б5, конь Е5. Взяли король Х8. Да, видимо, там ничего особо хорошего нет. Достаточно обидно. Ну, сыграю пока ладяев на Д1. Делать что-то надо. Да, с другой стороны, в этом случае сейчас черный придет конь С6, скорее всего, и второй конь получит удачное поле Е6. Ну, или конь С7 сразу приводит к тому же самому. Сыграю А4. Полезно зафиксировать ферзевый фланг. Может быть, хочу пойти А5. Да, конь С6, поэтому. И сейчас вот, если у меня ход конь Б5. Наверное, есть, но черный это проигнорирует. Сыграют конь Е6 сами. Поэтому придется защищать эту пешку. Конь Е6, видимо, играется на Д3. Но в этом случае черный конь удачно приходит на Д4. Ну, или слон И5 сразу тоже вполне возможно. Придется играть с МГТ. Ну, в принципе, у черных здесь есть, по крайней мере, легкое равенство. То есть, мое единственное здесь притязание связано с тем, что черных не очень хорошо слон на Ж7, но слон на Ф4 тоже не производит раздражного впечатления. Д4 я вынужден отвечать ЛД2. Опять же, ЛД1 ход делать надо. Конь Е6. Черные брали бой в спешке Е5. Может быть, можно брать слона все-таки на Е3. Наверное, не стоит. Слон А6. Да, слон активизируется. Эта позиция может стать достаточно неприятной. То есть, нужна уже какая-то активность. Какая ладья Д7? В принципе, особо ничего не дает. Черные просто возьмут на С2, скорее всего. Но надо было что-то делать уже. Кроль Ф8. Тогда конь Б5. Я думаю, что чертом стоило взять на С2, как только была такая возможность. Сейчас белый получает некоторую контр-ыгру. С другой стороны, даже сейчас конь С2, и все должно быть у моего соперника неплохо. Кроль Ф8. Да, у белого активная ладья, но с другой стороны, у черных уже лишняя пешка. Черных минимум не хуже, может быть, лучше. Согласно на А4, на конь Д5 ладья Д7. На Е6 может быть конь Ж5. И слон Ж5. В этом случае конь на Д5, конечно, очень силен. К сожалению, сдвинуть его оттуда не получается. Да, конь Ж5. Кроль Ж7 тоже вполне возможно. Слона надо куда-то уводить. С этого белый король попытается пойти по белым полям на ферзевый фланг. Ну, все это, конечно, не очень радужно. Конь под прикрытием этого коня на Д5. Черные здесь налаживают свою игру. Пытаюсь цепляться к пешкам. Я думаю, что Ладья Ц8 самый сильный ответ за черных. Просто с загрозой протащить свои пешки как можно дальше. Так же можно и Б3, видимо. Взрослый раз он успевает на Б2. Какой Ладья Ц9? Где Б6? Соберу бежку, он тебе, конечно, у белых уже на луч. Просто выиграно. Лакашек 6. К сожалению, это непонятные лаги. Ставлю А7. Ну да, непонятные, как я уже сказал, лаги произошли, но подвести, конечно, выиграно для белых. Всем спасибо за внимание, с вами был Никита Петров.